Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Павел Белявский. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных, сегодня в выпуске. Беларусь расширяет границы торгово-экономического сотрудничества. В областном центре Брещины прошло третье заседание совместной Белорусско-Пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Совершенствование качества обслуживания населения – одна из приоритетных задач представителей городской вертикали власти. В Брестской городской больнице номер один открылся ультрасовременный ангиографический кабинет. Беречь с молоду нужно не только честь, но и зрение. Топ-пятерка советов родителям школьников от педагогов и врачей. Мама, папа, я – спортивная роллерная семья. Светлана и Александр Дощук, брестские роллеры, делятся открытиями и откровениями своего обычно-необычного увлечения. «Чудо в квадрате! Не верите? Пожалуйте!» приглашает неизведанный, экстремальный и экспрессивный международный театральный фестиваль «Белая Вежа». Торжественное открытие 21-го сезона в Брестском драматическом театре уже состоялось. Об этих событиях и не только о них прямо сейчас. Накануне важного политического события – выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь – в областном центре Брещины состоялась встреча на межправительственном уровне. В городе над Бугом прошло третье заседание совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках рабочей повестки делегаты провели совещание по вопросам взаимодействия в различных сферах и отраслях, встретились с руководством области и ее центрального города, а также посетили ряд крупнейших предприятий. Тему продолжит Анастасия Стропко. Диалог Беларуси и Пакистана вышел на новый уровень в прошлом году. Исламскую республику с визитом посетил президент нашей страны Александр Лукашенко. Именно тогда намерения о сотрудничестве стали приобретать осязаемые черты. Был подписан ряд документов. Важная задача настоящего времени – наполнить их практическим содержанием. Именно над этим и работает белорусско-пакистанская межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопросам. Третье ее заседание состоялось накануне в областном центре Брещины. Встреча была посвящена рассмотрению возможностей взаимодействия в промышленности, торговле, инвестиционной сфере, сельском хозяйстве, энергетике, здравоохранении, образовании и науке. «Перспективы сотрудничества действительно огромны. Мы хотим сделать так, чтобы Беларусь и Пакистан стали ближе друг к другу. Для этого создаем основу, договоренности, а также меморандумы о взаимопонимании. Все это поможет наладить диалог бизнеса, выведет его на новый уровень». Товарооборот между Беларусью и Пакистаном в январе и июле составил порядка 37 миллионов долларов США. Сегодня стоит амбициозная, но, по словам специалистов, выполнимая задача – в ближайшее время увеличить цифру до 1 миллиарда долларов. «Сегодня мы, к сожалению, пока далеки еще от этой цифры, но предпосылки есть огромные. В текущем году побывала большая делегация промышленников Пакистана. Порядки 20 бизнесменов посетили практически все промышленные предприятия нашей страны. Но главная задача – это региональное сотрудничество». Для развития отношений на уровне регионов и было решено проводить заседание комиссии не только в столице. Брест в качестве площадки выбран не случайно. Город является западными воротами Евразийского экономического союза. В рамках визита на Брещину делегаты встретились с руководством области и города над Бугом. Председатель Брестского обл. исполкома Анатолий Лис отметил, что рад визиту межправительственной комиссии, а также подчеркнул открытость и готовность региона к сотрудничеству. «Конечно, жалко, что взаимная торговля между Брестским, регионами Исламской республики и Пакистан недостаточно развиты. Мы это признаем. Однако я уверен, что у нас есть хороший задел для исправления ситуации. Хотел бы заверить вас о том, что Брестская область заинтересована в развитии долгосрочных взаимовыгодных контрактов. Мы готовы к открытому диалогу». В рамках визита представители Белорусско-Пакистанской комиссии посетили ряд крупных предприятий региона, в их числе Санта-Брэмар, ковровый и ламповый заводы, а также гигант молочной отрасли «Савушкин продукт». Пакистанскую сторону продукция заинтересовала. Но для того, чтобы дело пошло и товары двух стран оказались на рынках друг друга, важно наладить транспортные и логистические связи. Прорабатывается вопрос прямого авиасообщения между Минском и Исламабадом. Результаты третьей рабочей встречи комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству были внесены в специальный документ – протокол, который подписали министры двух стран. Стоит отметить, что мероприятия в областном центре Брещины состоялись в преддверии очередного визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пакистан. Анастасия Страбко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. В области здравоохранения Бреста за последние годы сделаны существенные шаги вперед. Время не стоит на месте. Развивается медицина, появляются новые технологии, ультрасовременное оборудование, раскрываются новые возможности оказания помощи больным. Областной центр ни в чем не отстает. Городскими властями осуществляется плановая деятельность по совершенствованию отрасли. Примеров того, как улучшалось качество медицинского обслуживания, немало. Именно об этом пойдет речь в нашем следующем материале выпуска. София Бережная продолжит тему. Когда речь идет о здоровье и жизни человека, говорить о материальной составляющей не приходится. В числе планов строительство новых объектов, усовершенствование дорог, благоустройство областного центра в целом, улучшение качества медицины на первом месте, стремление к европейскому уровню обслуживания. Такова цель, которая постепенно реализуется. Подвергнуть сомнению этот факт невозможно. Налицо положительные изменения в сфере здравоохранения Бреста. Далеко ходить не надо. Накануне важного политического события в стране, выборов палату представителей национального собрания, городские власти преподнесли областному центру настоящий подарок. Ультрасовременный ангиографический кабинет. Появление его в первой больнице стало значимым событием для Брещины. Оборудованное по первому слову отделение. Комплекс, отвечающий европейским стандартам. Плюс высоко специализированный коллектив сотрудников, прошедших серьезное обучение на новом аппарате. Все это показатель того, что направление медицины большими шагами движется вперед. Открывая такие отделения в городских учреждениях, мы высвобождаем места для всех жителей Брещины. Именно в кардиоцентре, именно в областной больнице. Поэтому здесь решена двоединная задача. Здесь идет речь о полном восстановлении. То есть государство не будет нести потом затраты на пособия по инвалидности. Мы получим трудоспособного человека по итогам данного лечения. И экономический эффект здесь, конечно, однозначно колоссальный. Оборудование ангиографического кабинета позволит провести обследование и лечение около полутора тысяч людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в год. Жители Брещины получат своевременную, плановую и экстренную, высоко специализированную помощь. Под знаком модернизации и технического переоснащения проходит в Брестской городской больнице номер один последние годы. Реконструированы 8 из 10 имеющихся и открыты новые отделения. Закуплено и введено в строй современное медицинское оборудование. К примеру, в 2013 году установлен компьютерный томограф. Ежегодно только на этом аппарате проходит обследование более 5 тысяч человек. Работа проделана огромная, но и на этом развитие в этой области не остановится. Уже сегодня есть планы по дальнейшему совершенствованию первой городской больницы. Она находится в центральной части города. Ее площади позволят размести там необходимое для Бреста дополнительное родильное отделение. И это далеко не все. На данный момент, конечно, то приемное отделение, которое мы имеем в больнице скорой медицинской помощи, оно не соответствует уже духу времени, оно не соответствует понятию нахождения данной больницы в центре нашего города, на центральной улице. Поэтому будем работать над строительством приемного отделения больницы скорой медицинской помощи. И, соответственно, должны работать подстанции скорой медицинской помощи, которые должны оперативно, с учетом, как говорится, показаний людей направлять в данное учреждение или в какое-то другое специализированное учреждение, как вот это. На юге, учитывая динамику развития нашего города, за речкой, как мы говорим, живет уже 100 тысяч прищан. Там необходим именно структурное подразделение именно скорой медицинской помощи. Поэтому в настоящий момент мы подбираем место, подбираем территорию, чтобы, исходя из вопросов транспортной логистики, разместить там вот эту подстанцию скорой медицинской помощи. Совершенствование качества обслуживания больных среди приоритетных задач городских властей. Уверенные шаги на пути к цели не оставляют тени сомнения. Планы на будущее будут осуществлены. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. 11 сентября уже завтра пройдут выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва. К проведению важной политической кампании страна и Брещина, в частности, готова. Для большинства людей выборы – важное государственное событие. Наши корреспонденты поинтересовались, какие надежды возлагают брещане на своих кандидатов. Надежды о том, что депутаты будут хорошо работать, отстаивать интересы тех, кто их выбирает, надежды на реальную помощь, а не на пустые обещания, живут брещане. Большинство респондентов открыто выражают свое мнение, определяя позицию неучастия в выборах, как неправильную. На выборы идут. Скептик ухмыльнется, а оптимист поверит. А вы идете на выборы? Конечно. Почему? Почему? Ну, надо поддержать наше правительство. Ну, в принципе, я довольна, что у нас спокойствие в городе, что такую красоту сделали. Ну, пусть это все продолжается. Я пойду и сделаю, как обычно, свой выбор. Также пойдут все мои родственники. У нас это принято, это праздник со времен Советского Союза. Я не пропускаю ни одних выборов. Да, идем надо. Каждый человек должен проголосовать за какую-то выбранную кандидатуру для того, чтобы решались какие-то вопросы у нас в стране. Я считаю, что это долг каждого гражданина Белоруссии, потому что мы на выборщиков возлагаем большие надежды на перемены в нашей жизни. Обязательно пойдем на выборы. Мы определились с кандидатом. Ожидаем перемен, причем глобальных. Что значит выборы для каждого человека в государстве? Ну, не знаю, наведение порядка в стране может быть. То есть выбираешь человека, которого знаешь, доверяешь. Это будущее завтрашнего наших детей. Мне кажется, это возможность выразить свое желание. То есть мы кому-то доверяем и выражаем свое доверие, выбирая этого человека. Я считаю, что это гражданский долг каждого гражданина, проживающего в Белоруссии. Мы же за Белоруссию голосуем. За свое будущее, за будущее детей, внуков. Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Это слова европейского философа и дипломата 18 века Жозефа де Местро. Об этом говорил еще и Сократ. И как верно звучат они в наши дни. Принять участие в выборах – это гражданский долг каждого из нас. Позиция «Моя хата с краю» – позиция недальновидного человека. Но есть и такие. Для меня эти выборы ничего не означают. Нет, на выборы не пойду, потому что я не знаю, решает ли что-нибудь мой голос. За кого голосовать, каждый решает сам. Но сделать свой выбор, придя на участок для голосования, нужно каждому из нас. Ведь именно мы с вами решаем, опустив в урну бюллетень с именем того или иного кандидата, кто будет отстаивать наши интересы, наши права. Вы смотрите новости на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Начался новый учебный год. Школьники и студенты отправились на занятия, чтобы пополнить свой багаж знаний новыми данными и фактами. Однако, проводя ночи напролет за книгами и учебниками, занимаясь практически круглосуточно поиском информации перед мониторами компьютеров и планшетов, многие забывают о том, какую нагрузку оказывает такая деятельность на глаза. Особенно эта проблема актуальна для малышей первоклашек, которые и вовсе не привыкшие к такому режиму работы. И как же в этом случае быть? В поиске ответа на этот и многие другие вопросы, наша съемочная группа посетила ряд специалистов, каждый из которых дает свои рекомендации. Какие? Узнаем из сюжета Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Вот мне все понравилось. Еда нравится, учительница. Мне нравится, что у меня тут очень много друзей со двора, с садика. Лиза Ляховчик в школе всего несколько дней, однако у девочки уже очень много впечатлений от своей новой жизни, как и у ее одноклассников. С наступлением сентября в жизни этих малышей все стало по-другому. Появились новые правила и обязанности, а в распорядок дня вошли переменки и уроки. Конечно, пока этим ребятам еще тяжело просидеть за партой целых 45 минут, поэтому для них учителя придумывают небольшие физкульт-минутки. В этих, на первый взгляд, совсем детских упражнениях на самом деле заложено очень много полезных функций, одна из которых – возможность отдыха для глаз. Это помогает малышам не просто немного расслабиться, но и потренировать мышцы органов зрения. Очень полезно, потому что дети за это время отдыхают, глаза отдыхают, глазодвигательные мышцы не работают, и, соответственно, у нас снимается нагрузка глаз. Зрение не будет так падать, и мы сохраним, желательно, конечно же, до 10-го и до 11-го класса зрение наших детей и здоровье наших детей будем сохранить. Конечно, каждый педагог старается внести в такие небольшие спортивные перерывы что-то свое, используя не только методический материал, но и фантазию. Ведь от того, насколько правильно и регулярно будет ребенок выполнять подобные упражнения, зависит, каким будет его зрение через 5, 10 или 15 лет. Слева направо рисуем линию горизонта и глазами следим за помощником карандаша. Возраст поступления мальчиков и девочек в школу совпадает с периодом функциональной неустойчивости. И именно в это время необходимо создать все условия для того, чтобы дети могли правильно и гармонично развиваться, сохранив хорошее зрение. А это целый комплекс мер. Дома родители также должны контролировать, как ребенок их пишет и читает, как он сидит за рабочим столом. Дополнительным фактором, влияющим на нарушение зрения, является введение в школьную программу уроков информатики, а также широкое использование персональных компьютеров в быту, которые оказывают значительную нагрузку на неокрепший детский организм и органы зрения в том числе. Поэтому родителям необходимо контролировать время препровождения ребенка за компьютерами, за мобильными телефонами. А еще сделать несколько спортивных упражнений во время урока – это хороший способ поднять настроение. Малышам-первоклашкам такая форма при общении к здоровому образу жизни нравится особенно. Они с радостью рассказывают о любимых упражнениях. Сначала мы поднимаем вверх-вниз, потом вверх-вниз, туда-сюда. Мы держим кузнечиков, зарядку. Сначала мы двигаем плечами, потом прыгаем, потом садимся и потом опять прыгаем. К слову, подобные упражнения также актуальны и для взрослых, тех, чья профессиональная деятельность концентрирована на работе с компьютером или бумагами. Им врачи советуют больше бывать на свежем воздухе, кушать больше витаминов и не забывать о перерывах во время сложной и ответственной работы. Сейчас о других событиях. О том, что Брест слывет спортивным городом, известно каждому. Помимо богатой копилки достижений наших земляков, об этом факте свидетельствует и интерес Брещан к активному времяпрепровождению. Бег, подвижные игры, велотренировки, плавание, набирающий популярность питанг. Горожане не сидят на месте, отдавая предпочтение спорту и здоровому образу жизни. В пример многим герои нашего следующего сюжета. Молодая семья, которая ежедневно занимается физической культурой. Светлана и Александр Дощук – любители роллерного спорта. На колесах они проводят несколько часов в день. На одной из семейных прогулок пары на роликовых коньках побывала наша съемочная группа. Со спортивной семьей вас познакомит София Бережная. Теплая погода – самое удачное время для любителей роликовых коньков – брестской семьи Дощук. Однако и зима не преграда для роллеров Светланы и Александра. Главное желание – а площадка найдется. Без такого увлечения пара сегодня не представляет свою жизнь. Молодой супруг начал заниматься спортом более 10 лет назад. Вдохновился успехами профессионалов-роллеров и сам начал активно тренироваться. Интерес к езде на коньках передал жене. Сегодня они, выходя на прогулки, непременно берут с собой ролики. Маленький сын, глядя на родителей, и сам в будущем захочет встать на колеса. Так считают Светлана и Александр. Пример этой пары стал стимулом для многих подростков и детей. Пять лет назад супруги создали роллер-школу, чтобы свой опыт передавать другим, вовлекать в спорт как можно больше брещан. Мы работаем уже пять лет, тренируем детей. У нас много ребят. Ролики не олимпийский вид спорта. Поэтому соревнований каких-то народных у нас мало. Но на республике, в Минск ездили, ребята побеждали. У нас проводят соревнования, то есть ребята наши побеждают. Для чего мы тренируем? Для соревнований. Поэтому тренируем, проводим соревнования, дарим призы. Тренируем соревнования, призы и так далее. Глядя на успехи в деле каждого из супругов, только ленивый не вдохновится и не захочет взять парочку уроков у профессионалов-любителей. Александр помнит свои первые коньки и первую роллерную дорожку. А глядываясь назад, мужчина признается, сегодня для катания в сотни, а то и тысячи раз больше возможностей. Среди изобилия товаров главное правильно подобрать вещь с точки зрения качества и удобства. Жаль лишь, что специально оборудованных мест для любителей спорта пока в городе нет. К сожалению, в Бресте единственные, скажем так, велодорожки, которые есть, это грибной канал, где-то еще есть велодорожки такие, которые велодорожки, да. Но конкретно вот такого, чтобы скейт-парк у нас в Бресте нет. Однако обрещанин верит, что решение этой проблемы не за горами. Слишком уж велико число тех, кто приобщается к катанию на роликах каждый год. Среди них не только молодежь. Увидев такую спортивную семью, многие родители Бреста захотели последовать их примеру. И это радует. Ведь мамы и папы пример для своих детей. Мама у нас мастер спорта международного класса. По гребле. Вот. Поэтому будем и ребенка, ну по желанию, естественно, куда-то отдавать спорт, физкультура и все остальное. Ну и всем, 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 скажем так, в здоровом теле здоровый дух в первую очередь. То есть кто-то сидит дома на диване никогда не будет несчастлив, недоволен своей жизнью. И не будет физически полноценен. Если пример этой пары вдохновил вас на новые начинания, ни секунды не сомневайтесь, стоит ли пробовать встать на коньки. Помимо адреналина и удовольствия вы поднимете тонус и приобретете хорошую физическую форму. София Бережная, Дорт Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Под звуки музыки и бурные овации в Бресте торжественно открыт новый 21-й сезон международного театрального фестиваля «Белая Вежа». Каждый год этот культурный форум объединяет вокруг себя не только актеров, режиссеров и сценаристов. С особым трепетом ожидают фестиваль зрители, главные критики и главные ценители этого крупномасштабного и очень яркого действия. Одним из первых гостей международного форума был и наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Подарить сказку, окунуть в чудо, дать возможность еще на шаг приблизиться к уникальному миру под названием театр. Международный фестиваль «Белая Вежа» в очередной раз открывает свои двери для жителей и гостей областного центра. Новый сезон – это новая история, новая страница, которая продолжит летопись большого международного фестиваля. Каждый год форум по-своему необычен и уникален. Об этом, как никто лучше, знают постоянные зрители. Те, кто уже в августе стоит в очереди за билетами на лучшие постановки. Мы ждем его, этот фестиваль всегда, нас очень радостно, приятно встречаться с искусством, мы всегда никогда не пропускаемся, с удовольствием. Мне просто нравится театр, нравятся спектакли, особенно нравятся наши белорусские театры, очень красивые у них спектакли, но мне в последнее время очень нравится. С хорошим настроением, мы в отпуске, мы культурно отдыхаем. Очень хорошее пожелание, хороший вечер, хорошая музыка, хорошее все. С очень хорошим настроением, мы всегда готовимся к этому фестивалю, очень рады всех видеть в нашем театре. Постановки хорошие, спектакли хорошие. Ждем, надеемся, что понравится. 26 спектаклей от лучших театров из 17 стран мира. Такова основная программа форума. В 21 раз здесь, на Брестской земле, поднимается занавес Академического театра драмы, для того, чтобы в очередной раз прозвучали главные слова. Международный театральный фестиваль «Белая вежа» объявляется открытым. Ради этих слов каждый сентябрь в город над Богом спешат сотни гостей, чтобы своими глазами увидеть уникальное театральное действие. Я никогда не отмечаю никаких постановок по той простой причине, потому что для меня те спектакли, которые я приглашаю, это как мои дети. Они все красивые, все умные, все талантливые. Мы и дальше будем постоянно уделять внимание этому фестивалю. Будем искать какие-то, возможно, новые формы подачи театрального искусства. Я знаю, что у Александра Александровича есть много мыслей по этому поводу. И со своей стороны, именно с городских властей, мы готовы предоставить любые форматы каких-то оригинальных театральных площадок. Самое главное, чтобы наша молодежь шла в театр, чтобы это не было искусство людей старшего возраста. Это должно быть искусством для людей всего возраста. Открыл фестиваль спектакль «Двенадцатая ночь» от коллектива талантливых актеров Национального академического драматического театра имени Горького. Постановка продолжительностью 170 минут прошла практически на одном дыхании. Как вам? Всю жизнь я на него смотреть готов. На белизну и на румянец этот. Природа совершенства создала, и никогда не будет вам прощения, когда не оставите самой себя в копии. Ну что вы, я верю с папирами, с рудами чаще деталей, а вот я сейчас несу банку с ухоления. Будут там губы в меру красные, одна пара, глаза в меру красные, в меру серые, одна пара. Ну как вот их шею приложать? «Двенадцатая ночь» от столичного академического драматического театра имени Горького – это история о том, как часто каждому из нас хотелось бы выглядеть эффектнее, чем мы есть на самом деле. Это любовный треугольник, даже многоугольник, разобраться с которым пытаются главные герои, сменяя образы. Грамотно подобранные роли, сильное музыкальное сопровождение и хореография сделали постановку очень яркой и насыщенной. Ну теперь действительно, друг мой, придется нам подержаться за стаканчик хорошего вина. Да, Сатомин, но боюсь, что чем больше за него держишься, тем больше шансов, что упадешь. Программа спектаклей в рамках фестиваля «Белая вежа» обширна и разнообразна, так что каждый желающий сможет найти себе что-то по душе. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ», а я напоминаю, на канале «Бук ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok